Приветствую любителей турбореактивной тяги. Что-то соскучился я, ребята, по конструированию этого миниатюрного реактивного двигателя. Делаю его не очень быстро, зато с превеликим удовольствием. Не хочется перейти тот момент, когда удовольствие от изготовления переходит в работу. В этом видеоролике продолжим работать над этими деталями. Деталями высокооборотистого компрессора. Сейчас моя задача сделать пропилы для выхода воздуха. Вот эти каналы должны завернуться на 90 градусов и сделать выход внутрь камеры сгорания. Поэтому ставим на поворотный столик и погнали фрезеровать. Двигатель-то очень маленький и нужно еще оставить пространство для крепления. Я вот даже не знаю, как крепить следующую деталь на него. Вообще-то нужно вот здесь отверстие делать и вкручивать винтики. Фактически в каждое. Ну вот я не знаю даже, ребят, может на резьбе сделать по наружу, чтобы накручивать и все. Всего делов. В общем, подумаем пока в процессе. На одной уже совершенно точно решился делать на резьбе. Сделал очень тоненькие лопаточки. Ну прям очень-очень тоненькие. Можете посмотреть в сравнении с вот этими. И вообще буду делать по другому принципу. Резьба будет снаружи, а проход будет не затрагивая резьбу вот туда внутрь, в глубину. Поэтому сейчас лишний металл изнутри я выберу, чтобы меньше буравить. Какая легкая сразу стала. Смотрим, сколько на данный момент весит наш комплект. Пока это все, что есть для одного двигателя. 66 грамм уже. Фрезы все те же твердосплавные диаметром 4 миллиметра. Кстати, они позволяют заглубляться без рассверливания. За что им огромное спасибо. Вот так идет процесс, ребята. Делаю дырку насквозь, а потом по лимбу вертикальной подачи и поднимаю на определенную высоту. И все получается отлично. Хорошая учебная площадка, чтобы научиться работать на фрезерном тонкими фрезами. Вот что получается. Деталь все легче и легче. Далее пойдет ручная обработка. Нужно каналы заглубить внутрь под углом. 30 грамм. 5 грамм всего лишь ушло. Медленно облегчение движется, но верно. Выбор стоял, то ли воспользоваться твердосплавными бор-фрезами, либо вот такой фрезой по алюминию. Это мне больше понравилось. Грызет очень хорошо, поэтому я и буду работать. Отпекаем лишнее. Деталь вроде бы получилась, а фреза так и не затупилась. Довольно нормально работает, хотя из быстрореза. Теперь возьмем деталь поменьше и сделаем каналы, но уже по другому принципу. Наконец-то я смог перевернуть поворотный столик и работа пойдет в другой плоскости. Порядком надоело фрезеровать на табурете. Теперь будем фрезеровать в более удобном положении. Выточил оправку. На нее буду насаживать по очереди детали и фрезеровать. Опять пошла работа на выносливость. Нужно сделать крайне много таких пазов. Потом с переворотом другие, третьи и так далее. Теперь переставляю и продолжаем расширять каналы. Прошелся трижды в круговую фрезу и вот что получилось. Отличие от прошлой детали налицо. Сделано совершенно по-другому. Здесь тоже нужно дорабатывать вручную, убрать вон те ступеньки. Хотя в общем-то можно было и фрезой фрезернуть, но вручную гораздо быстрее. Использую патрон в качестве тесов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем ЧПУшить деталь. Скругляю края. Крайне мало тела остается. А вот сюда как-то нужно будет винтики вкручивать. Я так подозреваю, здесь максимум М2 поместится. Теперь нужно как-то набраться терпения и сделать остальные три детали. А терпение-то уже на исходе. Терпение-то уже на исходе. Терпение-то уже на исходе. И что-то я прямо разошелся.. Последняя финишная деталь, ребята. И этот ад закончится. Вот она какая получается. Решил немного порадовать перфекционистов и отполировал межлопаточные каналы компрессора. Вот так они теперь выглядят. Ну а вот так выглядело до полировки, после фрезы и после бормашины. С грубым бором, который берет очень круто. Ребята, хочу порекомендовать вам вот такую бор-фрезу дремелевскую. Она до сих пор не затупилась и пилит просто монстрообразно алюминий. Такое ощущение, что она по дереву, но алюминий она грызет просто как чума. Я ее укоротил, она была слишком длинная и укоротил, чтобы меньше было вибраций, меньше колебаний, потому что ее отгибало. Изначально она была такой длины и вообще в последнее время пользуюсь каким-то просто суперским инструментом. Металлорежущим. И на инконеле не тупится, и на алюминии не тупится, ни на чем не тупится. Бор-фрезы вот и такие, все-таки с быстрореза и твердосплавные по инконелю тоже не тупятся почему-то. Сейчас начал активно пользоваться китайскими бор-фрезами. Этой работал по алюминию. Видно, правда, что она немножко загрязняется. Использовал ее после грубой фрезы, чтобы немножко сгладить неровности. Вот, ну а сейчас покажу вам небольшой мастер-класс, как же заполировать такие сложные каналы. Что я делаю при этом? Есть еще нетронутая деталь, покажу на примере одного канала. Изначально прошелся вот этой фрезой, чтобы создать форму. То есть закруглить вот здесь внутри и немного по максимуму выровнять после обычной фрезы, которой пользовался на станке. Далее вставляю уже известную вам фрезу для более тонкой работы. И по максимуму скругляю все неровности и допиливаю форму. УКОН Телефор На этой фрезы cycles Уколи фрезы Чаще говоря, делаем чак-то Фрезу Снимаю Время Фрезу Всё равно фреза грубота берет. И нужно как-то продолжать сглаживать, полировать рано. Поэтому ставлю вулканитовый круг. Это специальный абразивный диск на резиновой основе. Он довольно-таки мягкий, значительно мягче шлифовального камня и создает меньшие риски. Так что заряжаем его в дупло. Видите, без особого грохота идет обработка. Потому что кружочек мягкий. И можно хорошенько зашлифовать. Ну вот, обратите внимание, что получается. Далее есть еще две интересные штуки. Это уже полировки. Такие вот они мягкие. Здесь волосины с абразивными частицами. Это более мягкое, это более грубое. Ставим вот эту и пробуем. Они, конечно, большеватые для таких вещей. Но у меня получается залазить и видите, они подтачиваются. Когда попадают на острые кромки, это, конечно, нехорошо уменьшает срок службы. Но других вариантов у меня нет. Приходится жертвовать инструментом. Я его уже очень много потратил. Здесь, кстати, интересный быстросъем. Вот так вставляем. И все. Очень хорошо шлифует. Теперь более тонкую ставлю. И процедура повторяется. Войлочный круг. Он был белый, но уже вот такой черный стал от пасты Гои. Немного пасты Гои и полируем. Вот что получилось. Канал отполирован. Естественно, нужно отполировать теперь все остальные. Очень приятно, когда получаются такие детали. И вы не поверите, ребята, они еще не доделаны. Вот здесь нужно будет скруглять, здесь облегчать и сверлить отверстия еще кучу. Но все эти операции требуют наличия других деталей, производством которых мы займемся в следующем видеоролике. У меня на этом все. Кому интересно посмотреть, что из этого всего получится, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кому не приходят оповещения, бейте в колокол. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok